Всем привет! И сегодня я хочу поделиться с вами опытом ламинирования волос дома средством от Себастьян. Вы можете увидеть эффект на фото до и после процедур. Для начала я помыла волосы шампунем от Pantene. Я не использовала бальзам, потому что нам нужно открыть чешуйки волоса. Затем я сушу волосы где-то на процентов 80 по всей длине. И делю волосы напополам и ненужную часть пока закалываю назад. Далее я беру звезду этого видео, средство для ламинирования волос от Себастьян в цвете медиум, кисть и наношу по всей длине. Запах его, конечно, оставляет желать лучшего. После этого закалываю уже прокрашенные волосы. Кстати, лучше всего это делать в перчатках, но я была бы не я, если бы не делала все наоборот. Затем я беру оставшиеся волосы и повторяю процедуру. Кстати, я не рассчитала, что волосы зимой высыхают просто на глазах, так что мне пришлось их слегка смочить. Без комментариев. Также я еще раз прохожу с кисточкой внутри волос, чтобы все-все хорошенько прокрасить. Так, теперь я делаю своеобразный пучок и далее нам понадобится либо шапочка для душа или, если вы, как и я, в самый ответственный момент ее не нашли, возьмите обычную пищевую пленку и замодайте ее вокруг своей головы. И теперь в течение 20 минут я прогреваю волосы федом. После я даю волосам полностью остыть и снова мою их уже с бальзамом. Вот такой скафандр у меня получился из пленки. Воспользовавшись термозащитой от Ли Стаффорд, я прочешу все волосы сначала гребнем обычным, потом массажкой. И уже полностью высушиваю волосы. Ну вот и все. Результат сразу после процедуры. Впечатляет, не правда ли? Без мастер волосы мягкие, гладкие, бестящие, легко расчесываются. Но, к сожалению, результат оказался недолговечен и через две недели волосы вернулись в первоначальное состояние. Что касается эффекта окрашивания, то он есть, но так как цвет у меня был не очень контрастный, то его не особо видно. Ну вот и все. Я надеюсь, вам был интересен мой опыт. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok